Я буду большая честь, помочь мне заслуженно, начинать своим докладом, и я расскажу немного о истории первой книги Леонида Алексеевича, «Кирога волшебной сказки», именно о истории ее создания и о первой работе, которая была посвящена в сказке, в которой выросла эта монография. В 2018 году при подготовке и обморожении библиографии Леонида Алексеевича в третьем издании, в первую очередь в столетии Тагиара Семеновна, в ходе работы на библиографии, патологии библиотеки «Кирога волшебной сказки» я обнаружила на небольшом пике «Кирога волшебной сказки». Сергей Алексеевич, связался с сотрудниками университета, и выяснилось, что действительно в секторе речной книги, в секторе библиотеки, хранится небольшое собрание документов медицинского. Следующий сектор у нас с панели «Кирога волшебной» ведет, как предоставлено нам, опись этого архива. Подойдем к этому предыдущим ста документов. Вот здесь, что-то немного видно, а опись этого архива, он совсем небольшой, и фотография медицинского дела в Немецком спорте-продаводском университете – это фотография «Кирога волшебной». Примечательная история этого собрания. Оно было передано в библиотеку «Кирога волшебного управления КУСБ» и представляло собой приобщенную в делу статьи, книги и другие документы, взятые при отпуске во время арестования «Кирога волшебной». По свидетельству Елены Андреевны «Кумпом» и «Кумпом» «Кирога волшебного управления КУСБ» и предложили передать им документы сохранившиеся материалы дела. «Иназадный сеть был с ними ранее неизведен, и яхнув трубку, что в том смысле, что лучше сменять, пусть они били этими рукости и теперь подавятся», пишет Елена Андреевна в своих воспоминаниях. Однако они сообщают, что материалы дела были возвращены. В связи с ситуацией, поможет, какие медицинские были переданы на следующее правительство Министерства Казахстана Катербурга, но, как или иначе, документы, не принятые в Милисинске в 2001 году, были переданы в библиотеку Милис pemizahmanruzскогоäre университета с инвалидным письмом «Кристой сны». журнал «Парклёров. Функтура, типология и синематика» Сергей Юрьевич, посвященном как раз уставе учёного. Также разделе из истории футболистики «Потерянная надея мной» объявлены две статьи. Из 1949 года из этого футболисты стучили статьи в архиве в целом. Статьи социальных мотивов далёных инструкторов, как Кулерова, Александр Спис, Генрих Виттинг-Квартл и о ней социальных мотивах сказки. А также по уставу на работу Мелетинского Бориса Ивановича Бурешева и Виктор Максимовича Ромовского. Кроме первого варианта диссертации, в ходе «Медиа» ещё одна работа Мелетинского заглавлены стадочный сюжет под вопросом от бытового значения. Будут машины 50-й работы и при покрутлении на два. Работает довольно большая из статьи, 86 машинописных страниц, оканчивается заключением, не имея даты и даже фамилии автора. Мне представляется, что это была самая первая работа о сказке и предшественник первого варианта докторской диссертации. Это утверждается, на мой взгляд, в том, что документы неизвечного дела и воспоминания нескольного Мелетинского, но, опять же, с его саму структурой работы. Напомню, практика биографии Александра Васильевича. Закончил в 40-м году Московский институт философии и литературе. История метрики. Здесь представлена совпасательная литература и писала работа о психологическом французском армане 17-й лет, и Александр Васильевич поступил там же к странтуру, но он лег все языки, начал изучать норроческий язык и готовился к природу стран-курной линии, где им ждали 27 медалистов. Но началась война, и окончил в кратких курсальных переводчиков и Мелетинский ушел по хрону. Тальше попал в окружение, с которым удалось выйти, но вскоре он был арестован и едва не расстрелян, и пребывали в 10-ти годах заключения за несоветскую организацию пропаган. Однако в мае 43-х годы он был подмирающим активом. Оказавшись в свободе, Мелетинский отправился в Ташкент, считая, что там, в группации, находятся его родители и университет, но оказалось, он тогда перепутал Ташкент со Шхабаром. Впрочем, в Ташкент были дубы многим научными образовательными учреждениями, в том числе и из Ленинграда, и восстановившись в инспираторе среднего университета, Мелетинский начал заниматься университета Максимовича Жирновского. Он пишет свои республикации. «Постепенно я поддался обаянию военнградской школы, историческую поединку из Ленинграда. Жирновский на тот день был главным лидером этого научного направления – историческая поэтика. Я очень увлекся проблематикой исторической поэтики, я готов был писать кандидатскую диссертацию по новой теме, но он Жирновский, не применявший отношения ко мне – она очень дружественная. Впоследствии я, пожалуй, сдала его самым лучшим учеником. Будучи человеком, мы еще и практическим, мы говорим, меня не торопиться с новыми темами, скорее завершить и защитить диссертацию на лидературе, лидературе, творчество Ипсона». Ясно согласился, но правильное завершение диссертации попросился в изучении партлёра, главного исторического теоретического политика. Из этих занятий потом выросла маритерная книга «Герои волшебных сказок» – «Роспожительный мысль». Диссертацию поэтики была защищена в 1845-го года, от сентября 46-го на Литинском деревне в Тайвер-Минском университете в Центрозаводске. Его автогеография при поступлении на работу в списке научных трудов, от сентября 46-го года, указана работа и исследование исходящего сюжета в вопросе могут быть и, по-моему, значения, и датированы в этом документе в 1845-1946-го года. Это рукопись «Пятых печатных листов». В выступлении, имеющейся в архиве библиара работы, на Литинске приводит цитату из поэтики сюжетов и Суновского, где такое название, но существует та глава. Приведя обширную библиографию по моему «Дайбанушке-Довочке», Суновский ставит задачу проверить русские данные о третьем брате или сестре, русске, заморажке, по стаскам других народов. Это определит размеры и народный характер реализации этой работы. Выполнение этой задачи как раз посвящено статьям Литинскому. Вот здесь заглавление статьи «Сказочный сюжет, который вопрос об этом значении», и «Веро-волшебные сказки». Если сравнить эти два углавления, то хорошо видно, что, выполняя постановую Суновскому задачу и подробно анализируя мотив вашего сказки «Роман народов» и «Историю его изучения», «Роман народов» и «Веро-волшебные сказки» и «Веро-волшебные сказки» и «Веро-волшебные сказки». «Веро-волшебные сказки» и «Веро-волшебные сказки» и «Веро-волшебные сказки». Такая как собственно анализ сказок о младшем брате, который занимает в самой первой работе очень большого места и жительных сказок наданных по типам, в этих работах значительно сокращается. Таким образом, можно не только подтвердить датировку самой первой работы но и следить источники и последовательные истории создания последующей монографии. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, есть ли вопросы по такому докладу. Я даже как-то не была уверена в том, что можно будет обсуждать, потому что я думала, что вопрос этот распремел, как-то вспомнил и как-то благодарен. Всегда большое спасибо. Спасибо. Если вопросов нет, то мы переходим к нашему первому. Потом, собственно, на ученом докладу, да? Ее, так сказать, не знаю. А программа у всех есть. Вот она лежит. Внутри Не знаю. Внутри